Добрый день, дорогие зрители, с вами Миллер, и сегодня мы посмотрим снайперский прицел Tactical Marsh. Мы смотрели его до этого на SV-98, теперь посмотрим на... вообще, насколько он будет эффективен на других, так скажем, орудиях, чем на SV-98. Итак, я беру, как и в прошлый раз, только с тепловизором, это что-то тепловизор брал в предыдущем видео, вот здесь все то же самое, это АКМ, это СКСУП, объясню, почему я его взял, это АК-74, SV-98 и М4. Блин, как это берег тормозит? Итак, сразу начнем с ОПСКС, на него снайперка, конечно же не ставится, вот в этом данное. Рассматриваем Marsh Tactical 324x42, FFP, FFP. Так, вот его крепление, вот данное, квадратик, полуквадратик. Укрепление 30 мм для установки прицелов. Так, на СКСУП нельзя установить, но я его взял для сравнения с качатами. Так, давайте же возьмем АПСКС и АКМ. Видите, тактику нельзя вроде установить. Но ничего страшного, в принципе и хватит того, то что у нас есть. Дальше выбрасываем АКМ. Так, давайте сравним М-ку. Вот, смотрите диаметр прицела, все как надо. Итак, теперь сейчас мы возьмем другой прицел. Сейчас, пардон. Не прицел, а орудие. Так, где нам? Ну, вы помните, как было на М-4, так что. И взять, скажем, СВ. В принципе, также. То есть, для СВ походит только снайперский прицел. К чему, почему я затрагиваю СВ? Потому что любой другой прицел на нем смотрится просто убого. Невозможно стрелять слишком далеко от глаз. Так, давайте-ка теперь мы попробуем повесить на коллаж. А, СВ просто выкинем. Ну, конечно же, во флайне. Ну, не обращайте на бак. Уже отправил репорт. И, допустим, взять коллаж, он будет выгоднее в плане, в том, которым нам нужен. Объясню почему. Потому что на СВ, к примеру, нельзя поставить ПК. Для введения огня на средней дистанции. Снайперка же, ну, явно не подходит для средней дистанции. Ну, это вот примерно до того камня. То есть, пока вы переключитесь, но есть только из кустов откуда-нибудь. Если вас заметили, все. В средней дистанции у нас будет фиговое. На мой взгляд, мне для вот такого прицела подойдет больше какой-нибудь АКМ, который я выбросил. Либо что-то еще более медленно стреляющее. Типа СВД. Ну, СВД сейчас нет на данный момент. Сейчас вышла как бы новая пушка, которая стреляет, имеет полуавтоматический огонь. Вот. Для нее это будет в самый раз. Чем хорош по полуавтоматически, а тем, что, если вы заметите кого-то, вы сможете быстро огонь дать. В отличие от СВД-98. То есть, 2-3 выстрела и все, враг готов. С СВД-98 вы не сможете дать добивающий. Калаш, мне кажется, ну, более универсальный, но... Ну, для такого прицела надо, чтобы сразу снимало, потому что один выстрел, а большая отдача. То есть, ну, вот примерно вот так вот. Вот. То есть, прям в основном. Три, четыре, пять, шесть. Чтобы цели... Ой, чтобы пули лежали, вот прям по цели, чтобы куча небольшая была. Если вы будете стрелять просто без перерыва... Вот, допустим, взять вот этот треугольник дерева. Вот, смотрите. Это, скажем, вот этот центр, это метров триста. Ну, к примеру. А все остальное легло, как попало, вот в таком круге. Видите? Даже это меня дикие обзываются, такое нахальство. Нам, ну, зачем тратить лишние 25 пуль в никуда, из которых пять только попадут, ну, примерно в цель. Для такого прицела. Это не то, что просто тащительно, просто неэффективно. С другой стороны, вы можете дать suppression таким образом, но... Огонь ведется настолько быстро, что... И теперь мы сейчас попробуем вести такой же огонь с М-ки. Ну, у М-ки свое плюс то, что если вы даже... Даже если вы с таким прицелом, вы сможете всегда дать отпор в ближнем бою. 800 выстрелов в минуту. Вот, допустим, автоматность. Слишком прицел сильно легается. Поэтому лучше более убойное брать. Один, два выстрелов тоже не будет. точку и нормально вот это хорошо подойдет такая теперь посмотрим насколько эффективен марш тактикал против пасу он наконец-то сравнение так себе ну вот как видимо вот этот два квадратика и в нижней мере палочка вот насколько и данные прицел эффективен со как-то еще более универсально может быть пом да это магия особо уличная вот как-то так судить сами все всем спасибо это с вами был миллер и сковородка всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии звоните социальный корр колокол